всем привет вы на кайби и с вами китина и мы продолжаем проходить паровую тюрьму ну да прошлая сеть закончу с тем что нас кто-то решил подставить просто вау и поток нам еще и вы сами знаете кто пришел я вечно забываю имя нашего финна да точно финна но она продолжим и я могла поступить только так но я чувствую тяжесть чтобы я не делала это не могло изменить тот факт что мои родители были мертвы ушли от меня навсегда все напоминало мне об этом но это к лучшему попытка скрыть их смерть ничего бы не изменила кроме как сделал бы меня главным подозреваемым да и сейчас ты главный подозреваемый так-то это лучший выбор вы хотите сходить церковь церковь так ты прошлой серии вроде бы говорила не да и я подумал может быть вам нужно помолиться за своих родителей не то чтобы это что-то изменит но финн отвернулся и удрученно пробормотал извинения да мне действительно нужно это но если я останусь одна то просто сойду с ума и пойдешь со мной финн да конечно здесь всегда так тихо на тут никого кроме нас церковь была частью храма местом где можно был поклоняться святому юне мы подошли к иконке нашей веры и вне вознесли молитву а затем сели на скамей финн присел рядом тишину нарушал лишь звук нашего дыхания отец матушка я знала что они смертны смертный и что однажды их жизнь закончится я просто не ожидала что это произойдет так рано могла ли я как-нибудь спасти их я попыталась придумать что-нибудь что я могла бы сделать но остановила себя удары ножом были очень глубокие должно быть это было очень больно пусть они хотя бы мирно покоится загрудном мире я посмотрел в потолок мое дыхание было ровным это отложит брак да а финн же не в курсе то что у нас это свадьба оборвалась простите меня пожалуйста просто здесь иногда проводить свадьбы из-за этого я вспомнил вы примеряли свадебное платье и скоро должны были выйти замуж простите мне так жаль а в любом случае вчера помолку расторгли расторгли но почему и я не знаю родители сказал мне это когда я пришла домой и я не знаю почему родители были очень расстроены хотя и не было так подавлено как они я никогда не хотела этого брака возможно я даже немного обрадовалась когда его отмени отменили я собиралась пойти в храм на следующее утро и спросить почему так вышло мы говорили об этом с родителями прежде чем я пошла спать это был мой последний разговор с ними если бы я только могла вернуться в прошлое потерять их вот так это ужасно мы даже не попрощались как следует они всегда поддерживали меня а у меня никогда не было возможности отблагодарить их за это и больше никогда не будет что теперь случится со мной понятия не имею я чувствую словно огромная тьма поглошает меня все будет хорошо фен положил свою ладонь на мою о как мило фен я же сказал вам и я всегда буду вашим другом чтобы другие не говорили я всегда буду верить вас спасибо я взяла его за руку и положила голову ему на плечо я так устала можно я немного отдохну конечно поспите если хотите спасибо спасибо финн хорошо что я нашла подвеску они ничего не узнают если я проскользну в свою комнату а это воспоминания где ты была уж так поздно матушка мы же говорили тебе чтобы ты не выходила так поздно на улицу что есть тебя похитят простите я так счастлива что с тобой все хорошо ты ведь наша единственная дочь постарайся хватит миссии она и так выглядит удреченной дорогой у тебя ведь была причина уйти на улицу да добрый голос отца успокоил меня и я кивнула я потерял подвеску что подарил мне матушка я пошла ее найти и нашла смотрите я повернулась к матушке и снова изменилась я рад что ты и твоя подвеска была благополучно добрались до дома что отец обнял меня его щетинок колол мою щеку мы беспокоимся тебе потому что ты так много значишь для нас я тоже люблю вас обоих и мы тебя любим кейт вот она нас арестовать пришли что ли блин стук собаков эхом раздался церкви мы с финном едва успели встать пока нас не окружили какой арт что такое я не понимала что происходит я гляделась ошарашенная враждебным взглядами направлен на нас кейт и стела вы арестована за убийство кифа ты стелы и миссии ты стела так и знала арестована что нет это какая то ошибка она этого не делала замолчите офицер первого ранга у нас есть непровержимые доказательства мы исключим вас если вы воспрепятствуете правосудию я все в порядке фин следу приказа я не хочу чтобы ты потерял работу из-за меня но ты сказал что доверяешь мне ты ведь брат именно это и имел ввиду да 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 конечно тогда я приму свою судьбу пока есть кто-то кто верит меня я могу все принять но у вас обвиняют преступление которую вы не совершали это неправильно знаю но силой я из этого не выберусь чтобы они не говорили я не виновна и я никогда не признаюсь в убийстве своих родителей однажды я чувствую имя и я хочу чтобы ты был рядом со мной в этот день я буду я хватит пройдемте офицер стал между нами и я не смогла взять против протянутую финном руку мужчины разделили нас финном и выражение их лиц были настороженными и напряженными я оглянулась когда дошла до двери церкви кейт выражение лица афина было опустошенным когда он посмотрел на меня оставайтесь здесь пока мы не получим дальнейшие приказы и не устраивайте сцен знаю я тихо пробормотала эти слова слушая звук удаляющихся шагов они заставили меня переодеться в другую одежду и посадили меня в одну из камер какая-то камера странная слишком идеальная как норвегии да я столько преступников перемещать помещала сюда я знаю все об этом месте даже если я закричу никто не услышит меня эти камеры были предназначены для содержания преступников и подозреваемых как офицер полиции первого ранга я помещала преступника сюда я не особо знаю что с ними случалось потом не думала что когда-нибудь окажу здесь я не верю сейчас засмеялась над собственные несчастье но я не сплю холодные стены пустая обстановка преступление в котором меня обвиняют это не было сном и если бы только было мое зрение начал расплываться а веки заболели у меня болят горло и нос но не так сильно как сердце в конце концов будет решено убила я их или нет но мои родители мертвы ничего не изменится они никогда не вернутся и я знала что когда-нибудь они умрут но не думал что так скоро интересно было ли я хорошей дочерью я всегда только беспокоила их и доставляла неприятности и я больше никогда не спрошу их я говорил что должна быть сильной но посмотрите на меня сейчас слез больше не сдержать я хочу увидеть их еще один раз просто чтобы сказать спасибо я продолжала думать о том что сказал финн это неправильно нет это неправильно мой отец моя матушка я мы не заслуживаем это какой неизвестный враг совершил подобную жестокость я не знаю я не вижу ни малейшего луча надежды но даже так мне нужно оставаться сильнее жить даже если я не знаю сколько еще мне придется терпеть главное что я жива отец и матушка мертвы но кей ты стояла жива и пока я жива я могу узнать что на самом деле произошло я не могу воскресить мертвых но я могу отомстить не надо этот хаос не поглотить меня никогда я выживу вставай кейт и стала поднимайся мы отсылаем тебя нижний мир нижний мир о чем вы говорите я не еще ни в чем не призналась я не виновна позвольте мне это доказать преступники не могут предо предъявлять требования это преступление лишь лишать кого-то прав а вы сейчас именно это и делаете заткнись у преступников нет прав эти слова эхом отражали то что я уже услышал ранее и кожа моя покрылась мурашками он прямо как сэр загсон из гончих он говорил нечто подобное относясь к жителям убежья как объектам я не позволю сама так обращаться нет я не хочу спускаться в нижний мир то что ты хочешь не имеет значения это жалко ты стыла попробуешь вести себя как обычно пойдем от камер до станции было недалеко но ощущалось это расстояние невыносимо долгим так как на меня смотрели со всех сторон хорошо что хотя бы финн не увидит меня такой хотя может быть он был среди тех кто смотрел на меня а я лишь не заметил его в толпе даже если так я благодарна судьбе что не встретилась с ним лицом к лицу я не хотел чтобы он видел меня с настолько без обессилевший огромная группа уставившись на меня полицейских ожидала на станции я сглотнула один из них сказал мне идти и толкнул меня вперед у меня не было выбора кроме как следует их приказам словно марионетки без собственной воли отсылают меня вот как не как полицейского а как преступницу не по поручению а в качестве наказания меня спускали вниз как преступницу кейт громкий грохот нарушил тишину когда дверь распахнулась я повернулась финн я увидел своего напарника он бежал ко мне не всякий по документов остановитесь не уводите кейт кто вы финн экв класс офицер первого ранга я предоставляю вам доказательства невиновности кейт тестовы спасибо финн я просмотрел уголовный процесс так быстро как мог если у подозреваемый нет родственников второй очереди то любой может предоставить доказательства его невиновности спасибо поскольку ее бабушка и дедушка мертвы я отстаив свое право предоставить доказательства ее невиновности даже бабушка и дедушки чё я запуталась нет что в этих документ сказал что я имею право полицейский просто вывел документы из рук финна ну ты пытался они взлетели воздух и рассыпались по полу это слух это случай следует особым правилам обычные законы здесь не действуют что что это значит вам не следует узнать уходите финн в класс нет и я не сдвинусь пока не не узнаю здесь удовлетворяющий меня причину необходимо собрать законы чтобы люди могли мирно жить в обществе законы нельзя изворачивать как вам хочется особенно особенные правила кто это сказал вы планируете навязать и я это преступление следует закону заткались и прекрати тратить наше время иначе мы арсун тебя за препятствие правосудию попробуйте если вы действительно следуете закону это незаконно это тира и финн достает меч финн не торопись если ты сейчас обнажешь меч у этого будут последствия но но что насчет вас вы что хотите чтобы вас наказали за преступления которые вы не совершали да еще и так и незаконно люди поверят что вы действительно убили своих родителей вы что можете принять это наисподаря на ваши чувства справедливости я и я не могу и конечно я все это ненавижу конечно я не хочу быть наказа наказаны за преступление которое не совершала я хочу доказать свою невиновность но если я сейчас устрою сцену у финна будут неприятности это не его битва если я опозорю репутацию единственного своего союзника это ничего не решит я никогда не прощу себя если это повредит его будущему так же как и моему и я должна убедить его что со мной все будет в порядке чтобы он отступил не волнуйся обо мне я сильная ты же знаешь это правда я уже говорила тебе я никогда не признаюсь в этом преступлении я верю в себя то что говорят остальные не имеет значения если в это будешь стену еще и ты мое сердце разобьется я вернусь мы еще встретимся поэтому пожалуйста убери меч на мгновение финн стоял замешательстве а затем лицо его расслабилась принято я буду ждать вашего возвращения спасибо финн я так счастлива что у меня есть дом в который я могу вернуться дом в который вы можете вернуться да ты финн ты будешь мы с светом в темноте я буду ждать вас вечно кейт да и я вернусь чтобы увидеть тебя финн я зашла в лифт и обернулась финн продолжал смотреть на меня пока дверь не закрылась лифт начал вибрировать как только я села я чувствовал как спускаюсь голос который слышали мы с финном молчал похоже определено лифт по-разному относился к сотрудникам и к преступникам и теперь я преступница удивленность собственным спокойствием я откинулась на сиденье было так же удобно как и в прошлый раз лифт спускался с той же скоростью но в этот раз я была одна финна со мной не было как и офицеров полиции я не чувствовала одиночество но нет я чувствую одиночество с тяжелым сердце я думал о том как почти потечет моя жизнь с этого момента я не собиралась прятаться или бежать я собиралась верить себя и попытаться жить справедливой жизнью тем не менее я была раз разоружена я чувствую себя уязвимым без своего меча я сказала финну что буду верить тебя и я так и сделаю когда он внезапно появился я удивилась но я была рада что в конце концов мы увиделись надеюсь у него не будет проблем из того что он сделал я не знаю что случится со мной я хотела вернуться назад но честно говоря не знала выдастся ли мне шанс и будь сильным похоже я приехала я вздохнул неприятно поморщившись из-за отсутствия меча на бедре в любом случае я не могу отставать оставаться тут но вперед так ярко еще этот будет этот кто нас прошел будет встречать да капец как и в прошлый раз небо нижнего мира был мрачным и давящим но для меня еще недавно спящий он был слишком ярким я посмотрел вниз и заморгала это характерный запах это сырость не думал что почувствую их вновь отец всегда говорил мне что жизнь непредсказуема и и я и прям не могла предугадать такой жизни длинный темный тень двигалась ко мне я подняла голову и увидел человека форме гончих а не этот слава богу имя отношения уже так себе не то чтобы я ожидала приветствия и вежлив беседы о погоде но хотя бы каких-нибудь правил притчи было бы достаточно кейт из достаточно мы не плевать эту фамилию а почему у преступников районе убеждений нет права на фамилию что тебя бы не отправили сюда если бы ты не опозорила имя своей семьи иначе не бывает его голосе не не было злобы это были всего лишь их правило и я ничего бы не добилась протестуя против них я должна выбрать за что сражаться мутовать против всего бессмысленно лишь ребенок использовал бы такую ситуацию как шанс закатить истерику я сказал себе что это не более чем глупое правило и кивнул в знак согласия по крайней мере я могу быть честно сама собой я пошла прочь от лифта поклявшись что когда-нибудь вернусь мне не дали возможности отдохнуть во время часовой прогулки до штаб-квартиры гончих преступники должны быть зарегистрированы под подпишись здесь второй мужчина вручил мне лист бумаги и ручку мне нужно было внести основную информацию чтобы зарегистрировать меня как жителя района убежища там же был место для подписи уголовный контроль я вздохнул прочитав вверх листа название бюрократического отдела подписала бумагу и вернул ее вот и все теперь делай что хочешь что хочу мужчины бесстрастно кивнул гончились обеспечивать еду и медикаменты и порядок мы не отслеживаем условия проживания и не помогаем вам такая себе тюрьма иди найди себе сначала пустой дом нас не касается где ты хочешь жить пока не мешаешь нашей работе нам плевать что с тобой будет хоть на улице сдохни поняла я хотел сказать ему что я об этом думаю но это ничего бы не изменила я не хочу иметь никаких дел с гончими и я могу встрять в эй ты там блин загс он пришел чёрт сейчас он нас это точно порк устроит нет не может быть дрожь пробежала по моей спине отчаянно надеюсь что я опозналась и обернулась это он больше больше не уж то это офицер полиции первого ранга я была готова встретиться с ним в какой-то момент но не надеюсь что он наступит позже сэр заксон с грязной усмешкой взял лист у подчиненного ммм понимаю как же что на знатный офис апрельте за подлого преступника должно быть он знал он был командир гонщик должно быть он знал что я прибуду иначе никак не объяснить его прибытие как же тебе не повезло попасть самую жуткую тюрьму на свете кейт впрочем твои твоим родителям повезло еще меньше не думаю что они ожидали что их убьет собственная дочь сэр заксон нет заксон схватил меня за волосы и силы притяну к себе я здесь закон я здесь все ты как и остальные ты не имеешь вообще никаких прав ты мусор восстанешь против меня и я перережьте в глотку помни это вы удосужились предупредить меня несмотря на то как сильно ненавидите ненавижу не зазнавайся девочка заксон отпустил мои волосы и оттолкнул меня ненавижу нет ты лишь бы игрушка ломать ее сразу не интересно это на что ты намекаешь твои твое тело и разум будут сломлены твоя гордость будет расступна вместе со всем что тебе дорого и я заставлю тебя проклинать тот факт что ты еще жива а до тех пор старайся быть хорошей игрушкой и извлекай своего хозяина меня понятно на жесть шестью губы саксона расплылись в ухмылке и он ушел исчезая в недрах здания и его подчиненный последовал за ним такие люди как он не пугали меня но сейчас я бессильна если я буду сопротивляться он убьет меня и на этом все закончится мне нужно стать достаточно сильно чтобы сразиться с ним нет для начала мне нужно найти место где я смогу поспать мне нужно найти убежище до наступления темноты мне нужно найти место для сна а искать мы будем в следующей серии всем большое спасибо за просмотр и ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал и в группу вконтакте ссылка в описании под видео и оставляйте комментарии всем большое спасибо всем пока пока